В ситуации на рынке строительство жилья обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в прошлом году возвели почти на 20% больше жилья, чем в 2014. О тенденциях, складывающихся в отрасли в 2016 году, в нашем репортаже. Строители Чуваши обеспечены земельными участками на ближайшие пять лет. В республике осваиваются 56 проектов комплексной застройки. Сейчас строится 169 жилых домов общей площадью более миллиона квадратных метров. Однако непростая экономическая ситуация сказывается и на строительстве. Минувший год для организации застройщиков сложился непростым и проходил в условиях снижения покупательского спроса на жилые помещения и изменения возможности привлечения кредитных ресурсов как физическими лицами на приобретение или строительство жилых помещений, так и организациями на реализацию инвестиционных проектов. На конец 2015 года у нас оставалось снижение на рынке первичных жилья около 890 квартир. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартиры к концу 2015 года на первичном рынке в целом снизилась практически на 3% к аналогичному периоду 2014 года и составила 42 940 рублей. В январе-феврале 2016 года в Чувашии сдано 40 тысяч квадратных метров жилья. Это 642 квартиры. Большая часть 31 тысячи квадратных метров построены компаниями-застройщиками. Остальное индивидуальное строительство. Это ниже, чем за тот же период 2015 года. Строители могут строить больше, но осторожничают, ориентируясь на спрос. Мы ориентируемся, допустим, по своей деятельности, по звонкам, по обращениям покупателей. Обращение упало в 4 раза. Строительные компании высказывают уверенности, что 2016 год смогут завершить без проблем и опасаются 2017 года. Михаил Игнатьев поручил внимательно следить за ситуацией, предпринимать все меры, чтобы в республике вновь не появились люди, пострадавшие от несостоятельных подрядчиков. Только за решение проблем обманутых дольщиков «Волгостройгрупп» ушло 4 года, напомнил глава Чувашия. Кроме того, банкиры высказали опасения, что среди некоторых строительных компаний возможно банкротство. А это грозит массовыми увольнениями. Могут высвобождаться еще дополнительные рабочие руки. Наша задача, конечно, их переквалифицировать, предлагать разные места трудоустройства. Спрос работодателей на сегодняшний день почти 3 раза выше, чем количество безработных, которые стоят в службе занятости. И с этой точки зрения мы с Федеральным министерством труда тоже работаем. Вопросы развития строительной отрасли и строительства жилья в частности глава Чувашии Михаил Игнатьев обсуждал с главой Минстроя России Михаилом Менем в начале марта. Федеральный министр отметил, важно, что региону удается обеспечивать загрузку строительного комплекса и выполнять государственные программы. В частности, в 2016 году планируется построить не менее 210 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи». Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика.